Доброе утро! Это удачное решение? А этот необычный цветок, который растет без земли, орхидея фаленопсис. Сегодня я подробно вам расскажу, как за ним ухаживать. Весной орхидеи просыпаются и находятся в фазе активного роста. Как мы можем видеть, эта орхидея уже проснулась, выпустила цветонос. В этот период ее пересаживать нельзя, мы ее только подкармливаем и поливаем регулярно по мере подсыхания корней. А эту орхидею мне недавно подарили, она еще спит, поэтому на ее примере я вам покажу, как мы ее пересадим в более удобный для нее горшок. Пересадка у нас будет проходить в два этапа. Сейчас мы освободим орхидею от грунта и она примет душ. Вот тут еще очень хорошо видно, есть сухие корни, мы от них избавимся. Мы их уберем, все, что подгнившее, все, что сухое, мы это уберем и припудрим углем, чтобы ранки затянулись. Орхидея любит влагу, в природе она растет во влажном климате. В наших сухих квартирах регулярно ее нужно опрыскивать. Теперь мы ее выкладываем на салфетку. Корешки нужно хорошенько просушить. Все подгнившие и сухие мы сейчас удалим. Инструмент у вас должен быть специально обработан, можете спиртовым раствором его каким-то обработать, продезинфицировать и затем проводить обрезку. Грунт орхидеи нужен необычный. Он состоит из коры, мха и угля древесного. Все это смешивается и упаковывается в горшочек. На дно положим кору. Горшок выбирайте прозрачный, потому что корни тоже питаются солнечным светом, он им нужен. Они лучше на свету развиваются. Грунт такой необычный, потому что это растение тропическое и в природе оно растет на деревьях. Корни обвивают дерево и питаются дождевой водой. И то, что на поверхности коры какие-то микроэлементы есть, то корни и поглощают. Полив после пересадки мы сделаем где-то через неделю. Нам нужно, чтобы подзатянулись ранки, где мы подрезали, чтобы эти срезы все затянулись. Никакая инфекция туда уже не попала. Сейчас никакого полива мы не будем делать. И палочку. Она нам понадобится в дальнейшем, чтобы фиксировать цветонос, который у нас появится. И это было удачное решение. КОНЕЦ